добрый день друзья сергей ребрин здесь нал софт мы разработчики системы линейки продуктов 1с таир которая входит таир 1 3 2 corp и вот есть у нас мобильные приложения вчера как раз вышла опубликовано в гугле таир мобильная бригада вот скоро выпустим решение в области r7 управление надежности оборудованием в следующем году рассчитываем за два последних года мы сделали порядка 40 таир общее число переводил уже перевалил уже за сотню прямо сейчас вот слева вы видите или справа от вас да на слайде то что мы делаем но те проект который мы делаем прямо сейчас в общем то это все подводка к тому что наш центр исследования вообще опыт проектный и так сказать выпил те зоны именно специфичные для проекта внедрения таир где можно обжечься вот про них и расскажу перед вами идеальная миссия на наш взгляд проект внедрения таир то и в общем то задачи таира это гарантировать прозрачность плановых и фактических затрат на ремонт этого оборудования это приоритет номер один и если нам удастся это сделать вот мы чуть дальше увидим как это удастся сделать дата все это в комплексе позволит сделать так сказать расходы на ремонт это минимально достаточными для того чтобы обеспечить нужную производительность предприятия значит после того как мы с вами успешно внедрим таир мы сможем ответить на следующий примерно вопросы как снизить простое как снизить потери можно или нельзя снизить затраты на ремонт и как нам повысить коэффициент технической готовности оборудования и насколько эффективно интенсивно работает персонал в принципе это то что было на предыдущем ерпи форуме так сказать есть у нас доклад такой уж про пожиратели бюджета наверное многие из вас о них слышали сразу разделим есть общепроектные риски которые характерны в принципе для любого эти проекта вот про них мы говорить сегодня будем будем говорить именно про специфические риски таира наверно мы вот так поступим мы посмотрим сначала вот этот слайд да то есть в таировских проектах есть в принципе таких три серьезных поток работ первый это паспортизация процесс который отвечает за формирование базы данных оборудования и в общем то все да то есть есть там альтернативной иерархии оборудования но это возможности системы но с точки зрения проекта вот этот поток работает по сути дела наколачивание базы данных оборудования его структурирования на предприятии это тот фундамент без которого мы не стартанем второй поток работ это учет ремонт в плюс материально-техническое обеспечение ремонтов в рамках этого потока работ у нас должно запустить должен запуститься учет дефектов учет ремонтов учет работ до ремонтных и учет контролируемых показателей наработки все что с этим связано вот хочу сказать что как только мы проходим вот этот поток работ компания уже пулки начинает получать результаты идет накопление статистики с которой можно делать выводы отвечать вот на те вопросы которые на слайде выше были ну и третий поток работ это планирование все что связано с планово предупредительными ремонтами с планированием работы подразделения то есть ну скажем так некая проактивная составляющая управление ремонтами так вот одна из ошибок которые мы делали уже не делаем на наших проектах да то есть мы не запускаем все потоки сразу и наш там ключевая рекомендация в том чтобы эти потоки разделять сначала баз данных оборудования потом учет ремонтов без планирования и только когда мы начинаем получать результаты от учета ремонтов да как только мы начинаем получать интересные данные и можем продемонстрировать руководство предприятия результаты запуска таир тогда происходит воодушевление всех фей команды проекта мы с успехом внедряем планирование идем широким фронтом все люди сопричастные к таиру работает ну дал вынуждены выполнять еще свои обязательные функции да и проект внедрения той для них становится сильным бременем который в общем то из чего проект буксует очень часто теперь поговорим про первый поток работ паспортизация да что можно сказать значит многие заказчики к нам обращаются говорят придите к нам сделать паспортизацию не работает эта задача заказчика без заказчика ни одна внешняя компания не составит перечень оборудования его не разузлует не спланирует иерархии в которых нужно вести учет да то есть это невозможно в принципе паспортизацию мы всегда делаем силами сотрудников заказчика поэтому вот с вот с такой картиной мира там да взявая за компьютером подрядчик делать паспортизацию ну лучше попрощаться сразу рассчитывать нужно на свои силы как это происходит в идеале насколько вы простым не казался скажем так поток работ по паспортизации да то есть смысл в чем простоты его будет выполнять всегда условно низовой персонал механики и так далее да то есть те кто будет заносить наколачивать данные в систему очень важно естественно придать значимость в глазах всей команды проекта вот этого процесса потому что как бы спортизации как я уже говорил фундамент поэтому обязательно стартовое совещание по проекту где высшее руководство ставит свою большую жирную печать на том что мы будем делать обязательно мы раз в неделю на проектах делаем отчеты высшему руководству о ходе так сказать работ а почему да то есть обычно спортизация средний срок спортизации три месяца три месяца делится на неделю получаем численный показатель по количеству объектов ремонт который должно появляться в базе среднем на один объект оборудования это 10 объектов ремонта то есть разузловка так далее да делаем численный показатель разбиваем общее количество объектов ремонт который нужно внести в базе и понедельно отслеживаем данные естественно жестко закрепленные ответственные еженедельный статус отчет и так далее и тому подобное что можно сделать чтобы сделать это более экологично к сожалению я не знаю там дали к счастью вот сама сама динестаир не идеальный инструмент для наклачивания базы данных оборудования как практика показала потом мы используем либо мобильное приложение там где-то применимо либо используем экселовские шаблоны если забивать оборудование нужно с мест мобильное приложение позволяет заколачивать наклачивать базу данных оборудования находясь прямо рядом с ним вот ну естественно такие тренды как современности там до геймификация средний элемент соревновательности между персоналом очень позитивно влияет но ключевое это раз в неделю так сказать отчетность анализ того что ну что же что идет не так там да какие-то внесения изменений в сам процесс и еще один важный момент упустил да то есть двух уровней контроль те кто вносит данные и над ними должен быть обязательно те кто эти данные принимает и там акцептует после чего они заполняются но заливаются в основную базу это работает на самом деле паспортизация не страшно вот магнит внес 10 миллионов объектов ремонта в базу да при этом 50 миллионов тех паспортов оборудования в так сказать базе с цифры впечатляющие про второй поток работ про учет ремонтов и право внедрение процессов учет ремонтов вот здесь смотрите какая ситуация таиром вы не почувствуете вкус таира целиком без соблюдения двух условий все документы в тарь должны вноситься причем они должны все документы я между естественно то и русские документы да то есть данные должны вноситься полностью еще и своевременно если полностью это полбеды то своевременность это катастрофа как реально происходит на проектах на предприятиях скорее да то есть есть оборудование там цех с оборудованиями есть где-то будков который ставится компьютер куда нужно механиком там да и эксплуатирующими персоналу идти заносить данные в таир но представляете сопротивление гигантской на который мы получаем от этих людей то есть найдется миллиард причин почему они своевременно не внесли данные в таир если вносятся данные там вечером например там в конце рабочей смены там рабочего дня то мы уже теряем оперативность ввода данных без оперативности мы теряем все преимущества таира значит ключевой момент здесь вот по нашему проектному опыту это менеджмент среднего звена по сути дела задача на проектах внедрения нашей задачей становится максимально имплементировать до или вплести таир в рабочие процессы предприятия есть ну как бы да есть жесткие меры для этого достаточно жесткие например там бухгалтерий например не из таира не принимает данные просто-напросто да точно так же можно поступать с другими службами которые завязаны в процессах таир есть более скажу вот все то что я рассказал по сути дела да есть более мягкие меры но вот и как работаем да в рамках внедрения процессов учет ремонтов мы когда мы переходим к опытной эксплуатации этих процессов то что мы делаем мы собираемся с руководителями среднего звена и помогаем им тупо планировать оперативное совещание мы берем отчетность из таир и прямо вместе с вот с этими там с старшими там руководителями участков до эксплуатационных с руководителями цехов там да или каких-то производственных подразделений прям планируем совещание чего не будут из таира выбрать отчет какой на совещании с кем что обсуждать кому вопросы задавать соответственно наши консультант помогают низовому персоналу точно также из таира подготовить свою отчетность к этим совещаниям вот про административные меры и про запрет на прием документов не из таира рассказал очень хорошие так сказать подспорь и здесь решение вопрос вот этого удобства да то есть мобильные приложения здесь конечно мобильная платформа 1с для нас просто но спасение и это решает задачу от отрыва так сказать события от момента внесения его информации информации нем в таир то есть сотрудники с масса своим мобильным телефоном или с корпоративным мобильным телефоном на месте могут любую информацию внести в систему вот ну естественно автоматизация такая к интеграции там сосу т.п. да это тоже но не будем об этом забывать там где возможно вот ну как я сказал что после внедрения процессов учета ремонт мы уже начинаем получать первые результаты и как правило вот самые прогрессивные заказчики наши уже как бы пишет отчет там руководство об успехе проекта как раз счетом до того как мы начинаем внедрять планирование да то есть кто-то уже рассказывал не раз там до станки например выявили частые поломки погрузчиков потому что имя открывали двери на комбинатах вот но вилками тим там да с больно большой скорости они ломались вот но об очкаре выяснили что после того как ремонтная служба завершает ремонт сообщает об этом производство производства каким-то причинам запускает оборудование в работу не сразу и вот 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 здесь они теряют то есть не хватало мощности производства здесь не нашли потеря и организационными мерами эти потери устранили что касается 3 потока работ планирования значит мы же наверно всегда рассказываем что вы сэкономите да на ремонтах вот самое интересное что где-то процентов 70 случаях после того как мы строим ппр на предприятии там где его не было затратный ремонт резко возрастает ну по 0 вот поэтому здесь там самый большой наш проектный враг это немножко завышенное ожидание да ну слайд немножко не про это слайд про то что само планирование но тоже бьется на два потока работ на нормирование выполнения работ и на само планирование так вот на первом этапе когда мы делали паспортизацию паспортизацию можно делать без нормативов это сильно упрощает и это паспортизации и так сказать делает его гораздо более быстрым то есть мы набиваем баз данных оборудования а нормативы тех карты тех операции относим на этап внедрения планирования и здесь мы начинаем как бы вторую паспортизацию такую же как первый только не вносим нормативы в базу данных вот но тем не менее у нас уже напомню уже пошли какие-то результаты и все уже довольны да вот ну и вот не соответствие ожиданиям да то есть система покажет только то что то что можно сэкономить самом деле нет но насколько это плохо или хорошо знаете но мы склонны думать что хорошо потому что то что мы сэкономим на допустим внедрение процессов учета ремонтов да мы увидим там потеря по сути дела экономия да мы можем потратить на плановый ремонт если это нужно и тем самым получить на самом деле очень интересные вещи чем рост производительности предприятия до без изменения уровня затрата спасибо артем я уже практически закончил ну вот что касается таких основных специфических рисков наверно это все еще да то есть самый частый вопрос который нам задают расскажите результатах результатах неохотно рассказывать наши клиенты почему потому что это всегда потери да то есть это всегда результаты то есть ну то есть это обнаружение эффективности не каждый может себе признаться в том что был неэффективен тем более вы ставите на показ иногда просто имя компании не позволяет это сделать но тем не менее буквально на прошлой неделе мы были в иркутской нефтяной компании который то ир внедрил два года назад вот их результаты за два года насосное оборудование ктг это коэффициент технической готовности увеличился с 65 после старта эксплуатации то ир до 98 процентов за два года компрессорное оборудование 45 до 99 нефтяная компания насосное оборудование которое качает нефть компрессорное оборудование это оборудование которое качает газ это основное производственное оборудование найдется здесь кто-то кто скажет что это не потрясающие результаты для основного оборудования предприятия я с удивлением об этом узнал бюджет плановых закупок экономия 40 процентов все артем практически закончил интересный факт инка использует таир как аргумент переговоре с поставщиками оборудования когда они сообщают им какие дефекты с их оборудованием случаются и они сами расскажут о том что производители оборудования вновь внося по их информации изменения в конструктив изделий тем самым улучшают свои изделия ну а инка этим пользуется выводы из проекта самое интересное мы получили их уже после подготовки самой презентации они по сути дела подтвердили вот наши так сказать то о чем я рассказывал наши риски да я думаю что вы сможете получить презентацию но не буду останавливаться тоже время фосагра у них результаты несколько как бы в другой плоскости да не в деньгах и не в ктг но тем не менее достаточно тоже впечатляющие и что самое интересное этот проект позвали сами вот конкурс эффективное производство 40 сколково да они сами обратились к нам но фирму 1с до через 1с вышли на нас и позвали участвовать в проекте года в рамках эффективное производство 40 ну и различная сеть магнит экономия времени участковых инженеров 25 процентов в 24 раза быстрее реагирование на заявки то есть представьте сломался морозильник в магазине в 24 раз быстрее отреагировали на поломку сколько неразмороженных продуктов мы с вами насколько неразмороженных продуктов мы стали покупать больше насколько продукты качественные да то есть и насколько потери компании стали меньше после внедрения 1с таир но и 2200 сотрудников с мобильным приложением все друзья на этом все но и результаты проекта внедрения тут миссия только трансформированная спасибо за внимание успехов вам а а а Продолжение следует...